Дорогой садгуру, всем известно, что источником наших грусти и напряженности является наше желание. Но поскольку я жена и мать, я не могу избавиться от своих желаний. Мне хотелось бы услышать от вас ценный совет на этот счет. Спасибо. Итак, вовсе не потому, что вы стали женой, а затем матерью, у вас появились желания. Когда вы не были ничьей женой, возможно, у вас было желание стать чьей-то женой. И вот вы стали чьей-то женой. Вы пожелали завести ребенка и стать матерью. А когда у вас появился ребенок, вы утверждаете, что ваши желания возникают из-за этих двух ипостасей. Это не так. Если вы будете никем, ни для кого, даже тогда у вас будут настойчиво возникать желания, верно? Так или нет? Если вы никому в мире, ни кем не приходитесь, вы все равно будете желать чего-то, верно? Тогда, пожалуйста, не считайте, что вам чего-то хочется из-за ребенка или мужа, или семьи, или чего-то еще. Желание возникает в любом случае, потому что такова ваша природа. Вы заявили, когда задали вопрос, что желание — это источник всех бед. Не желание — источник всех бед. Их источник — невоплощенные желания. Правда? Воплощенные желания — источник вашей радости, а невоплощенные — источник вашего несчастья. Так как же поступить с желаниями? Должны ли мы убивать в себе желания? Я знаю людей, которые вас учат подобному. Вы должны убить в себе желания. Пока вы не уничтожите свои желания, несчастье не покинет вас. Вы встречали такие поучения, верно? Но если вы захотите покончить со своими желаниями, выйдет только так, что у вас появится великое желание покончить со всеми желаниями. И вы останетесь вечно неудовлетворенными. Я не хочу никаких желаний. Это желание? Желание ли это или нет? Да. Так что если пытаться играть в подобные игры, ничего не выйдет. потому что желание не связано с чем-то конкретным. Та энергия, которую вы называете желанием, не отличается от той энергии, которую вы называете жизнью. Чтобы переместиться из точки А в точку Б, вам необходимо желание, так ведь? Сегодня вы здесь. Не благодаря автобусу, машине или чему-то в этом роде. Вы здесь сегодня благодаря своему желанию, не так ли? А что вас ведет домой? Домой вас ведет ваше желание. Что заставляет вас есть? Вас заставляет желание. Так вот, то, что вы зовете желанием, ничем не отличается от того, что вы зовете жизнью. Ваша жизнь и есть желание. В самой основе жизни заложено желание, не так ли? Поэтому если я скажу, чтобы вы уничтожили желание, единственным способом будет повеситься. Другого способа на самом деле нет. И даже «я хочу умереть» — это тоже желание, верно? Да или нет? Поэтому не вводите себя в заблуждение подобными вещами. Желание в сущности и есть суть вашей жизни. Но в то же время вы знаете и то, что желание возникает безостановочно. Как только вы удовлетворяете одно, появляется следующее, а за ним другое. Это все время держит вас в движении. Конечно, какие-то желания остаются неудовлетворенными. И эти неудовлетворенные желания причиняют вам несчастье. Если разбираться, что есть желание, по сути, в самом начале, мы это и обсуждали, просто не использовали слово «желание». Внутри вас есть нечто, что устремляет вас становиться чуть больше, чем вы есть, верно? Это и есть желание. Так вот, главная цель ваших желаний — это движение к безграничности, к бесконечной природе. Но поскольку вы неосознаны, это стремление преодолеть ограничения выходит из подсознания и ищет выражение. Так вот, вам не нужно уничтожать свои желания. Вы не сможете этого сделать. Кто-нибудь может уничтожить свои желания? Это возможно? Это невозможно. Потому что это и есть жизнь. Вам просто нужно сделать процесс желания осознанным. Сейчас это происходит неосознанно. Сейчас ваши желания не связаны даже с вами самими. Пожалуйста, задумайтесь. Скажем, вы живете в Тривандруме или Тиревуна-Тапураме, и у вашего соседа большая машина. Чего вам будет хотеться? Вам захочется иметь две таких же. А если вы вообще машин не видели, живете в глубинке, и у вашего соседа есть огромный бык, чего вам захочется? Вам захочется двух таких быков. Так вот, ваше желание — это просто реакция на происходящее в вашем окружении. Не так ли? Это происходит, поскольку желание расширять границы находит такой выход из подсознания. Если сделать процесс возникновения желаний осознанным, желания перестанут быть проблемой, и тогда они станут прекрасным средством, которое будет вас поддерживать в движении. Даже чтобы соприкоснуться с высшей природой, необходимо желание, верно? Да или нет? Желание в вас всё равно стремится к безграничности. Оно хочет выйти за пределы. Оно стремлено к высшей природе. Вам нужно лишь добавить к этому осознанность. Когда к возникновению желаний добавляется осознанность, это становится замечательным средством. А если это проявляется без осознанности, то вы будете гнаться за чем-то, как безумные. И эта гонка будет бесконечной. Так вот, поскольку вы являетесь женой и матерью, это чрезвычайно важно, поскольку вы уже мать, а это немалая ответственность. Вы привели за собой на Землю ещё одно человеческое существо. Так вот, то, каким будет существо, произведённое вами, это огромнейшая ответственность, верно? Ведь суть не просто в размножении. В ваших руках, как матери, то, каким вы сделаете следующее поколение, верно? Так? То, каким будут люди в следующем поколении на планете, определяют сегодняшние матери, верно? И когда на вас такая ответственность, вы не можете позволять себе жить бессознательно. Вам необходимо стать осознанными. А женщины должны стать осознанными в особенности. Это очень-очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok